Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. На этот раз предлагаю вам очень необычные пирожки, тесто без дрожжей и разрыхлителей. Начинка сладкая и сочная. Кстати, покажу два вида начинки. Не пропустите, но обо всем по порядку. Обязательно проверьте свою подписку на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Давайте скорее начнем! В миску разбиваем одно яйцо, к нему добавляем 1 белок, желток от которого оставляем на потом. 5 граммов соли и 5 граммов сахара также высыпаем сюда, взбалтываем венчиком слегка. Вслед добавляем 20% сметану, 300 грамм. Конечно, перемешаем опять для лучшего распределения ингредиентов. Далее начнем вводить муку, добиваясь мягкой, но при этом не липкой структуры. Уйти может 450-500 грамм. Все зависит от густоты самой сметаны и от ее жирности. Домешиваем руками тесто и добавляем муку. Вот какое оно должно быть в итоге. Совсем не липнет к рукам, но все равно заворачиваем тесто в пакет и обязательно оставим минут на 10-20 для развития клейковины. Как раз за это время приготовим начинку. Морковь 400 грамм, свежая, сочная, сладкая, натираем на крупной терке. Если не любите с морковью, чуть позже покажу, какой вариант начинки подойдет еще для этого теста. Хотя, если честно сказать, то в готовых пирожках и не будет этого явного морковного вкуса. Растопим 15 граммов сливочного масла. Масло закипело, высыпаем сахар. Здесь 30 грамм. Количество сахара зависит от сладости моркови. Но это еще не все ингредиенты в начинке. Дождемся, пока сахар растает. Высыпаем натертую морковь и пока не смешиваем пару минут. Пусть морковь пустит сок. Затем перемешиваем. Добавляем молотую корицу, чайную ложку, это 3 грамма. Доведем морковь до полумягкости. Еще по возможности добавьте сюда апельсиновый сок или лимонный, пару столовых ложек. Морковь теперь напиталась вкусом, стала ароматной. Промываем 100 граммов изюма, убираем лишнюю влагу полотенцами из бумаги. Смешиваем изюм и морковь. И все, даем начинке остыть. Посмотрите на тесто, какое оно стало мягкое. Обминаем его. Стол слегка присыпаем мукой. Для удобства делим на две части и каждую растянем в жгут, который, в свою очередь, разрезаем на небольшие кусочки. Всего вышло 15 штук. Для ровной раскатки кусочки теста округляем в ровные шарики. При этом используем чуть муки, так как тесто лепнет немного. И можно начинать с первого шарика лепить кок-рок. Раскатываем тесто достаточно тонко, получается круг. Кладем ложку начинки остывшей. На одну половину. Накрываем второй половиной теста. Еще раз пройдемся по месту склеивания и заплетем край. Но заплетать край не сложно. Смотрите сами. Каждый раз получается уголок, который нужно завернуть. Пирожки кокроки отличаются как раз своей формой полмесяца и, конечно же, тестом. Начинка у этих удмуртских пирогов может быть не только морковная. Слепили пирожок и сразу отправляем на противень. Можно вместо моркови взять яблоко, его достаточно просто очистить от семян, но вдруг кожица плотная, то ее при желании тоже снимите. Нарезаем половину каждую на тонкие дольки. Размещаем эти дольки также на половину раскатанного теста. Яблоки сладкие, поэтому сахар по желанию. Можно добавить, кстати, тот же изюм. Все подготовлено, смешиваем желток и чайную ложку сметаны. Смазываем кокроки с морковью этой смесью, а духовка уже нагревается. Я, кстати, сначала смазываю саму середину и потом края. Смесь остается еще, чтобы пройтись дважды. Обязательно проколем пирожки вилкой, чтобы они не лопались и не раскрывались во время выпечки. Ставим в горячую духовку. Температура выпечки 190 градусов, время около 25 минут, до румяной корочки сверху. Все готово! Очень приятный аромат и красивая выпечка получилась в итоге. Несмотря на то, что тесто пресное, пирожки получились мягкие, надулись. Морковь в начинке приобрела неповторимый аромат и вкус. Советую попробовать. А это пирожки с яблоками, тоже вкусные. Прошу прощения, они очень горячие. Но какой вам по вкусу, решайте сами. Готовьте с удовольствием, ставьте нравится, делитесь видео с друзьями, оставляйте комментарии. Все это помогает в продвижении видео. За это вам огромная благодарность. Прощаюсь с вами ненадолго, до нового видео, а оно совсем скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok